Пущинская радиоастрономическая обсерватория, в прошлом году отмечавшая свой 60-летний юбилей, занимает немалую территорию нашего небольшого уютного городка. И это объяснимо. Один из трех ее телескопов располагается на площади, которая превышает 7 гектаров. На фестивале Пущинские Персеиды радиоастрономическая обсерватория не то, что открыла двери, а распахнула свои необъятные просторы для всех любознательных посетителей. Впервые день открытых дверей у нас был проведен в 2009 году. Этот год был посвящен астрономии полностью. Во всех обсерваториях в России были проведены вот такие дни открытых дверей. И вот с 2009 года начали проводить ежегодно такое мероприятие. Традиционно фестиваль включает в себя не только ночную, но еще и дневную и вечернюю программы. И они разнообразны. Каждый может прийти в любое удобное для него время и найти себе занятие по душе. Заблудиться на территории радиоастрономической обсерватории или пропустить что-то увлекательное невозможно. Всех гостей у входа встречают улыбчивые и гостеприимные организаторы, которые рассказывают обо всех интересностях и их расположении. Все начинается у нас мероприятие в 3 часа дня. Параллельно до 6 часов вечера у нас идут лекции, экскурсии отдельно. Мы стараемся сделать лекцию для детей. Если вы думаете, что лекции – это что-то заунывное и скучное, то глубоко ошибаетесь. На фестивале «Пущинские персеиды» они пользуются большой популярностью. Зал полон, а те, кто не поместился, стоят вдоль стен или даже сидят на полу. Зрители заинтересованно слушают о тайнах Вселенной и о том, как помогает ее изучить довольно молодая наука радиоастрономии. Лектор рассказывает доступным и понятным для всех языком, при этом не забывая привести красочный пример, а порой и пошутить. Ну это вот на такую комнату, да? Еще одна такая, еще одна. И на расстоянии в 12,7 миллиардов световых лет там набирается приличное количество материи. Дневные обзорные экскурсии проходили параллельно с лекциями. На них можно было поближе познакомиться с такой точной наукой, как радиоастрономия, увидеть огромные телескопы Пущинской обсерватории и даже прикоснуться к ним, а также узнать об истории их создания. Какой невероятно большой слышалось то справа, то слева. В этот миг очевидцев поразил радиотелескоп с тарелкой. Диаметр его рефлектора составляет 22 метра. Поняли, что вот эта часть им кое-что напоминает. А поскольку это 60-е годы, в тот момент было разоружение, и вот эту часть, именно вот эта большая круглая, их таких изначально было три, сняли с немецкого военного линкора. То есть это пушка просто-напросто. Экскурсовод рассказал и о том, какие научные исследования проводятся в Пущинской радиоастрономической обсерватории с середины прошлого века. Также гости смогли побывать прямо под большой сканирующей антенной. Так называется телескоп, который имеет необычную, но довольно простую конструкцию. Находиться под ним и комфортно, и безопасно. Вы видите ровно одну половину, а вторая половина, и вот такая же, точно находится вот за этой белой галереей. В этой галереи находятся все провода, и чтобы вас, может быть, как-то впечатлить, там проводов порядка 150 километров. Для юных любителей астрономии сотрудники и волонтеры Дома культуры и молодежи подготовили специальную развлекательную программу, которая называется «Мы – дети галактики». На фестивале интересно не только взрослым, но и детям. Здесь для них работают различные увлекательные площадки, в том числе аквагрим. Нарисовать удивительное звездное небо можно на своем лице абсолютно бесплатно. Космический твистер, межгалактический батут, различные игры и конкурсы не могли не радовать азарных ребят. Волонтеры старались не только развлечь малышей, но и рассказать им немало интересных фактов о нашей Вселенной. Нужно не бояться подходить к детям и спрашивать, что они хотят. Если они не говорят, то предлагать им все подряд, и на что-то они точно согласятся. А для всех, кто желал создать объемную аппликацию из бумаги, работала площадка Пучинского музея экологии и краеведения. Здесь ребята аккуратно вырезали и клеили бабочек, а после радостно учили их летать. Дневная программа сменилась вечерней. Для гостей фестиваля был организован концерт с красивым названием «Астрономические сумерки». Я найду слова свои, сам найду и сам скажу, а не хватит всей земли, на созвездиях напишу. На концерте выступило несколько ярких городских коллективов. Зажигательные танцы, душевные стихотворения и популярные песни – все они были прямым или косвенным образом связаны с космической темой. Зажигательные танцы, душевные стихотворения и популярные песни. А зрители, которые в этот день стали чуточку ближе к серьезной науке астрономии, не смогли удержаться и не загадать желания. А кто-то и не одно, ведь в пик метеорного потока Персеиды можно было увидеть около 30 падающих звезд в час. Анна Зарубина, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.